Приобретена современная ламинарная камера, которая позволяет универсировать токсическое действие препарата. Это защита медперсонала при работе с агрессивными химиопрепаратами. В Центре амбулаторной онкологической помощи Белгородской поликлиники номер 6 теперь пациенты могут пройти химия, иммуно- и гормонотерапии. Сюда направляют не только белгородцев, но и жители района для послеоперационного лечения, что помогает разгрузить белгородский онкологический диспансер. Здесь есть дневной стационар. Три палаты на два места каждая. С начала года лечения прошли уже 20 пациентов. Сейчас их 10, в том числе Людмила Александрова. Я полчаса лежу до укола и где-то, как себя чувствую, полчаса или час после укола. Здесь пациентов немножко, поэтому, может быть, так и лучше. Открытие таких центров имеет цель не только приблизить помощь к месту жительства. Отсутствие очередей и тяжёлых больных – это психологический комфорт для пациентов, говорят специалисты. А к тем, кто не может сам прийти сюда, врачи выезжают на дом. Выезд осуществляется в определённые дни по согласованию с пациентом. Оказывается помощь в виде назначения обезболивающих препаратов. Либо если пациент нуждается в каких-то перевязках, обработках послеоперационных рубцов, у него нет возможности прийти на приём в поликлинику, мы также всё это осуществляем на дому. Также смотрим пациентов для свидетельствования на медико-социальной экспертизе. Ну и, в принципе, всех с подозрением на какие-либо онкологические заболевания. Одна из главных задач центра – выявление онкозаболеваний на ранних стадиях. В этом случае идёт тесная работа с семейными врачами. В результате обследования, просто посещение, скажем, врача общей практики, да есть подозрение на какой-то доброкачественный или недоброкачественный процесс, то врач общей практики должен провести определённый объём обследования и направить уже пациента в Центр амбулаторно-онкологической помощи. У нас уже, как говорится, сокращаются сроки для дообследования пациента и дальнейшего его уже уточнения диагноза и лечения. С помощью в том числе такой работы уже удалось выявить у нескольких пациентов начальную стадию рака. Всего же через первичные и последующие приёмы только за январь прошло 700 человек.